Первый раз в реабилитационный центр Татьяна Алексеевна обратилась 9 лет назад. После инфаркта она не чувствовала левую руку, требовалось длительное восстановление. Теперь сюда старается попасть каждый год. В моменты обострения это осень, весна. Я уже ходить не могу. Прихожу сюда, вот физиопроцедура, физкультура, укольчики. И я уже вот как раз выписалась, можно сказать, у меня последний день. И я сюда еле пришла, отсюда я уже, видите, без палочки, без всего. В центре люди с инвалидностью могут пройти курс массажа и физиотерапии, получить консультацию психолога. В среднем курс реабилитации длится больше 20 дней. Направляют к нам люди центры социального обслуживания по путевкам. В основном превалируют у нас больные, перенесшие острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, то есть больные с заболеваниями органов кровообращения. Или сердечно-сосудистой системы. Также большой процент составляют больные, клиенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ежедневно реабилитационный центр посещают 80 человек. Могли бы принимать и больше, говорят специалисты. Но помещение не позволяет. Кабинетов мало, да и те тесные. В рамках госпрограммы «Доступная среда» в Самарской области в центре Самарске с 2014 года строится дополнительное здание. Здесь будет более просторный зал ЛФК и помещение для гидротерапии. В новом здании есть современный спортзал. Он оборудован всем необходимым, чтобы пройти полный курс реабилитации после инсультов, инфарктов и других серьезных заболеваний. Благодаря этому зданию центр сможет оказывать новые услуги и принимать гораздо больше людей. Планируется, что дополнительное отделение сдадут в эксплуатацию в первом полугодии. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.